Всем привет, с вами Митич, и вот отлетал я 30 боёв на Як-141, так что первое впечатление у меня о нём сложилось, и я хочу рассказать его вам. Самолёт интересный, но не нагибатор, такой, знаете, бодрый сырничок с интересными механиками. Лично мне не доставило огромного удовольствия нагиба, но моя результативность на нём была не такая уж и плохая. 17% побед и 41% воздушная цель за эти 30 боёв. Не супер, конечно, но и не ужасно. В общем, давайте разберём его поподробнее. Итак, из достоинств у нас тут хорошая скороподъёмность. Набираем скорость, мы быстрее всех, улетаем дальше всех, и это, конечно, большой плюс. Но, как говорится, в каждой ложке мёда есть ложка дёгтя. И тут она в том, что наша максималка посредственная. Был момент, когда у меня заканчивалось топливо, взял мало на 20 минут. Понимая, что до филда я уже вряд ли долечу, а ракет не осталось, я решил догнать фантома. И не смог. Хотя тут был явно с критами и немножко дымился. Так что догонялки с кем-то играть я не советую. Играя на этом самолёте, мне не очень понравились часто игры на больших картах, так называемых операциях. Это карта как из СБ, где летать до поля боя нужно 2-3 минуты, а бои сами по себе скоротечные. Иногда 5 минут и всё готово. Из них ты 3 минуты летишь до поля боя, минуты пытаешься не отлететь от воробья, и ещё минуты сам бой. Итого вот 5 минут. Ну и за эти 5 минут вырезается большая часть вражеской команды, или твоей. Либо тебя убивают, либо уже начинаются догонялки за последним врагом, который где-то в космосе летает. А догнать его первым мы не сможем, ведь наша максималка не очень высока. В общем, если попадёшь на старые небольшие карты, это хорошо. Везде успеешься, догонишь и убьёшь. А вот на больших чувствуешь уже себя не очень. Наверное, всё же дело максимально для его скорости. А теперь я предлагаю поговорить о ракетах. Наши ракеты это R-60M, которые я вообще не рассматриваю, хотя в стойке придётся именно с ними летать. Летать я советую либо с двумя R-27T и двумя R-27R, или две R-27R и две обычные R-27R. Боже, как много букв R, ужас какой-то. Ну да ладно, продолжим по ракетам. Т-шки это, конечно, пипец. Да, их можно кинуть хоть с 6 километров, но они уходят на первые уже ЛТЦ. Как будто нет никакой у них защиты от помех. Хотя указано, что она есть. В общем, с дветьями получится врага, который зевает и не видит пуска по нему. Ещё при слове, что он не откинет ЛТЦ по другим причинам. Нерки, конечно, хороши. Это главное, на что нам стоит уповать. Но опять же, только встречные курсы. Если враг повернут по 90 градусов, то ракета может решить пойти по своим делам. Вы все это знаете. Даже если расстояние вроде небольшое. Ну, если вы летали на МиГ-29, то вы понимаете о чём я. Ракет у нас этих всего 4 штуки. А это очень грустно. Когда у Фантомов их по 8, у Томкетов ещё больше. Даже у тех же МиГ-29, МиГ-23 их по 6. Да, там R-60М, но всё равно 6 ракет. Есть 6 ракет. И мой вам совет, такой же, как я давал в видео про МиГ-29. Закиньте пару соток и купите себе ЛТЦ и Р-27 за золото. Без этого вам будет летать нереально больно. По тактике боя тут всё стандартно. Стараемся сразу в гучу не лететь. Так как у вас пойдёт сразу такая куча ракет, что вряд ли у вас получится выжить. Максималка у нас тут никак у 29-го МиГа. Так что быстро пронесись и уклониться в случае чего вряд ли получится. В общем, обходим врага, но недалеко. И вклиниваемся в уже начавшийся бой. Так будет шанс пристроить Т-шки, Р-ки и даже пушками кого-то настрелять. Пушь, кстати, неплохая. Тридцаточка и за пару попаданий снесёт врага в ангар. У нас есть неплохая манёвренность, так что можно попробовать крутиться с Фантомами 23-го МиГа. А если будете использовать с изменением вектор тяги, так это вообще замечательно. А вот с 29-ми МиГами связываться я уже не советую. Также не советую пытаться улететь в космос. У вас, конечно, может что-то получиться, но сейчас полно солянок, так что вас точно так же могут пустить какой-нибудь Р-27Р. Или просто Феникс им накидает. По крайней мере, я пробовал разные тактики, и это не принесло мне каких-то успехов. Что мне понравилось, так это его живучесть. Очень часто мы можем пережить попадание от ракет или очень серьёзную очередь из пушек. И благодаря нашей возможности вертикальной взлёты и посадки, изменяемый вектор тяги, вернуться на базу, даже потеряв хвостовое управление от попадания ракеты. Вообще, у меня был момент, где я получил ракету, дотянул до базы, а там выдержал ещё несколько очередей из тридцатки от МиГа 29-го. В итоге успел подчиниться и продолжить бой. Он, правда, закончился почти сразу, но это уже другая история. В общем, подводя итог по Яку 141, могу сказать следующее. Самолёт реально интересный, со своими фишками и плюсами. Но большой результативности на нём ждать не стоит. Всё же топовые бои, это бои ракетного вооружения. А этого вооружения у нас всего 4 штуки. Так что мне лично этот самолёт не очень понравился. МиГ-29 всё же будет получше и поинтересней. А стоит ли его качать? Конечно же стоит. Если советка прокачана, то и выбора нет, да и самолёт очень-очень интересный. Но если вы где-то на 6-7 ранге и уже подумаете о топом истребителе, выбирайте лучше МиГ-29. Он всё же поинтересней, побыстрее, ну и понембовее немного. А на этом у меня всё. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok